привет мои творческие друзья сегодня на канале у нас обработка в стиле эдгар ваттс я конечно же не покупал курсы эдгара не знаю как он обрабатывает и поэтому мы сегодня возьмем одну фотографию эдгара возьмем фотографию которую я сам снял лично и обработаем в его стиле но как и у любого автора у эдгара есть свои хитрости свои примочки и поэтому если вы хотите обрабатывать точь-в-точь как он вы сможете у него лично поучиться его трюкам его мастерству а сегодня у нас один маленький сюжет один маленький эпизод фотографию с которой мы сегодня будем работать вы конечно же сможете скачать по ссылке под видео все три программы которые мы сегодня будем использовать lightroom snapseed в со имеют бесплатный контент а теперь давайте приступим к обработке экспозицию сделаем чуть-чуть поярче контрастность немного уберем где-то так минус 5 светлой области полностью убираем в минус 100 тени немного прибавляем 30 40 будет вполне достаточно белые на минус 30 черный двигаем в плюс фотография наша должна получиться серой и такой скажем графической далее переходим в цвет насыщенность убираем в минус 30 красочность наоборот прибавляем где-то 20 будет достаточно теперь поработаем с балансом белого нам нужно получить нейтральную серую фотографию давайте где-то на минус 10 поставим температуру сторону холода и совсем немного оттенок уберем сторону зеленого теперь переходим смешение цветов красный цвет делаем более оранжевым двигаем оттенок примерно на 65 насыщенность убавляем минус 55 переходим в оранжевый оранжевый двигаем наоборот сторону красного минус 65 и насыщенность где-то примерно минус 15 желтый двигаем в сторону оранжевых оттенков 22 будет достаточно и насыщенность понижаем до минус 80 зеленый насыщенность минус 100 аквамарин насыщенность минус 100 синий насыщенность минус 100 фиолетовый насыщенность в минус 100 и малиновый насыщенность минус 100 кликаем готово вот мы получили с вами нейтральную картинку с минимум цветов все теперь двигаем палец вверх нажимаем на рогатку кнопка поделиться нажимаем экспорт кликаем галочку сохраняем фотографию окей закрываем lightroom переходим снапсид открываем нашу фотографию идем в инструменты и первым делом поработаем с перспективой выбираем крайне правый инструмент мне он нравится больше всего он наиболее гибкий аккуратно вертикальные линии поправляем по сетке горизонтальные тоже смотрим чтобы были выровнены по сетке отлично нажимаем галочку идем в инструменты сделаем кадрирование я уберу всю лишнюю информацию оставлю значок цун и такси они будут у нас главные персонажи этой фотографии кликаем галочку далее идем в инструменты выбираем инструмент кривые смотрим чтобы у вас стоял значок освещенность двигаем кривую вниз смотрите чтобы у вас совсем все не ушло в темноту все-таки контуры вашего изображения должны прорисовываться кликаем галочку теперь ведем палец вверх нажимаем на кнопочку слоев посмотреть изменения кликаем на кривые выбираем кисть смотрим вниз и лево видим треугольник и круг нажимаем делаем реверс изображение смотрим чтобы значение в кривых было 0 и слегка осветлим оставляем по краям рамку автомобильный ряд тоже сделаем посветлее такси и возле него осветляем таким образом мы имитируем свет падающий от фонаря давайте осветлим вот эту парочку которая здесь идет они тоже неплохо смотрятся в нашем сюжете кликаем галочку идем вверх нажимаем на стрелку возвращаемся в инструменты корректировки кликаем инструменты выбираем блеск софита выбираем 3 инструмент идем в настройки понижаем сияние примерно где-то на 70 насыщенность не трогаем и делаем немного снимок похолоднее а точнее возвращаем его к нейтральному серому состоянию кликаем галочку идем в инструменты эффект hdr выбираем эффект люди идем в настройки понижаем фильтр примерно до 15 немного убавим яркость насыщенность не трогаем кликаем галочку еще раз идем инструменты резкость добавим снимок немного структурой совсем чуть-чуть 15 будет достаточно и резкости я думаю что 30 будет вполне достаточно кликаем галочку так мы совсем забыли про вывеску цун она у осталась в тени давайте мы исправим этот недочет как это делается и так ведем палец вверх нажимаем кнопочку слоев посмотреть изменения делали снимок мы темнее в кривых выбираем кривые кликаем по нему выбираем кисть смотрим чтобы значение в кривых стояла 0 и вытаскиваем нашу табличку на свет отлично нажимаем галочку кликаем на самый последний инструмент в котором мы работали идем вверх нажимаем на стрелочку возвращаемся назад в инструменты кликаем инструменты выбираем коррекцию яркость немного поменьше где-то примерно на 25 контраст тоже убавим минус 20 насыщенности немного прибавим 15 я думаю будет достаточно идем светлые участки убавляем примерно на минус 20 идем в тени немного поднимаем плюс 7 будет достаточно теперь идем световой баланс выбираем такой компромисс смотрим чтобы у нас вся информация в снимке читалось и чтобы по краям у нас она постепенно переходила в темноту отлично все кликаем галочку идем в инструменты выбираем кисть выбираем насыщенность ставим значение насыщенности минус 5 уберем снизу паразитные цвета вот эти непонятные оранжевые с фиолетовыми оттенками здесь нам совершенно не нужны понижаем здесь насыщенность аккуратно передвигаем снимок или двойным щипком или внизу двигаем квадратик кликаем галочку кликаем два раза на нижний квадрат изображение масштабируются по экрану идем в инструменты выбираем кисть выбираем насыщенность выбираем плюс 5 сделаем более насыщенное такси пройдемся по фонарям автомобилей сделаем насыщение красную рамочку вывески цум кликаем галочку кликаем два раза на нижний прямоугольник клик можно снимать сделать еще снимок сделать еще и много размытия еще раз менты еще раз кликаем блеск софита выбираем третий инструмент сияние 25 будет достаточно насыщенность не трогаем итак после применения блеска софита фотография стала темнее давайте мы сделаем еще раз коррекцию обработки сделаем все-таки немного поярче добавим контрастности можно добавить еще немного насыщенности посветлее сделать читаемые тени и немного потеплее нажимаем окей мне кажется фотография все равно темновато я хотел бы сделать ее немного посветлее идем в инструменты выбираем кривые выбираем инструмент освещенность вот так я думаю будет достаточно нажимаем галочку уже неплохой результат нам осталось наложить фильтр высоко поэтому нажимаем экспорт кликаем сохранить выходим из снапсид открываем высоко кликаем плюс выбираем нашу фотографию кликаем по нее два раза импорт завершён кликаем еще два раза внизу значок двумя ползунками выбираем фильтр фильтр c1 даст нам красивые ценовые оттенки мы можем уменьшить интенсивность этого фильтра за счет ползунка второй вариант который я бы предложил это фильтр g3 он дает красивые синие оттенки но интенсивность я бы также немного понизил где-то вот настолько сбрасываю и третий вариант это m5 вот такая вот теплая фотография но этого же конечно же много поэтому в районе трех этого фильтра будет вполне достаточно я выбираю теплый фильтр кликаю далее нажимаю сохранить давайте посмотрим какое изображение было и какое оно стало после нашей обработки на этом мои творческие друзья все эдгар огромный тебе респект это делаешь шикарные фотографии твой инстаграм и это просто бомба а вам друзья если понравилась обработка ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк тоже дизлайки помогают продвигать мне мое видео если вы не подписаны обязательно подпишитесь потому что впереди нас ждет очень много интересного и полезного а на этом все желаю вам шикарных сюжетов легкой обработки и превосходных замечательных фотографий до новых встреч а